Так, уважаемые слушатели, день добрый, представлюсь, зовут меня Грицов Валентин, преподаватель Центра компьютерного обучения, специалист по направлению сайта строения. Скажите, пожалуйста, у меня мой рабочий стол сейчас, ну, мой компьютер с этим красочным названием нашего семинара, ну и, собственно, мой голос слышно, видно, о, плюсики, то, что надо. Благодарю. Ну, тогда поехали. Ну, спасибо, я думаю, сильно повышаю. Так, ну, тема нашего сегодняшнего вебинара – создание и оформление таблиц в замечательном языке разметки, который у нас с вами называется HTML, да еще последней пятой версии. Так вот, таблицы, таблицы у нас, несмотря на то, что они появились давно, такой элемент уже с почтительным возрастом, в принципе, не один крупный сайт, будь то какой-то справочник, интернет-магазин или где у нас можно забронировать гостиницу, приобрести билеты, без них не обходится. Например, всеми любимый сайтик Туту. Пожалуйста, вот где здесь указано у нас с вами расписание пригородных электричек, это все у нас идет одна большая табличка. А как еще у нас данные-то размещать без них? Вот, я виноват. Ну и, собственно, делается это у нас с вами следующим образом. При необходимости код потом в конце занятия я скину, то, что лихорадочно, его так что переписывать не надо. Перед вами здесь пустой файлик, то есть доктайп означает, что это у нас по стандартам 5-го HTML. HTML, собственно, контейнер HTML, head, кодировка, title, название нашего семинара, ну и элемент style, в котором мы будем сейчас заниматься оформлением чуть попозже, но и в баде, собственно, создаем саму табличку. Сама таблица у нас создается при помощи тега, который называется table. Вот, этот элемент у нас с вами обязательно закрывается, он выводит у нас с вами, собственно, таблицу, создает ее. Обращаю ваше внимание, что если мы используем именно стандарт 5-го HTML, именно стандарт 5-го HTML, вот, на замечательном сайте, который называется whatrescall, сейчас я найду этот не менее замечательный тег table, и хочу ваше внимание здесь обратить вот на что. Итак, сам тег тейбл. Понятное дело, в 5-м HTML он используется, как же без него. Но дело в том, что у тега table есть большое количество атрибутов. religion, который двигает саму таблицу, bg-color, который позволял закрасить ячейки, border там границы и так далее, и так далее, и так далее. Обращаю внимание на то, что все вот эти атрибуты в 5-м HTML являются у нас с вами устаревшими, то есть ни один из них не используется. Иными словами, речь идет о чем, что оформление таблиц у нас происходит только при помощи элемента style. В принципе, что логично. Итак, сама таблица. У таблицы, у таблицы у нас может быть с вами заголовок. Так, прошу прощения, что-то тут не то. Че-то сегодня ноты под чудес. Ладно, это не проблема, один раз завис, я думаю, переживем. Итак, оформление таблицы у нас с вами происходит, опять же, нашими стилями. Но, тем не менее, если у нас есть таблица, то правилами хорошего тона считается что? Что на таблице надо сделать какой-то заголовок, к чему он относится. Ну, нам ничего не мешает над самим элементом table здесь написать какой-нибудь заголовок, там, второго или третьего уровня, но у элемента table для этого существует, собственно, свой тег, свой элемент. Называется он captionчик. Внутри трега caption у нас как раз и находится название нашей таблички. Сохраняю, смотрю, что получается в браузере. Итак, несмотря на то, что у нас с вами этот текст написан, как видно, два слова, и они в одну строчку у нас могут поместиться, они почему-то эти слова перенеслись на разные строчки. Объясняется это следующим образом. Дело в том, что у таблицы у нее свой режим представления, то есть таблица у нас, в отличие от других элементов, старается не растянуться во всю ширину, а, например, а напротив, ужаться. Но это не проблема ровным счетом, потому что размеры, естественно, для таблицы можно задать. А как иначе? Ну и табличка сама есть, заголовок у нее есть. Что нам теперь с вами надо сделать? Задать табличную структуру. Делается это при помощи чего? Прежде всего нам надо создать строки. Строка создается при помощи элемента tr. Это у нас пошла строка. Наверное, многие в курсе из вас то, что в языке HTML существует такая забавная вещь, как опционально закрывающиеся теги, то есть которые, если вы не закроете, браузер закрывает их, собственно, автоматически. Вот. Один из них, этот тег называется tr. Строка. Можете закрыть его, можете не закрывать. Ровным счетом это ни на что не повлияет. Но сама строка у нас данные хранить не может, потому что строка предназначена только для одного, для хранения внутри себя ячеек. Ячейки в таблице бывают двух видов. TH. TH это ячейка либо первой строки, либо первого столбца. Вот. Ну, как бы tablehead, заголовок, таблица ее содержимого. Ячейка у нас всеядная. И все, что вы в нее можете поместить, все, что угодно. Картинку, список, заголовок, хоть другую таблицу, хоть видео. Ей все равно, она всеядна. Ячейки, что не может не радовать, тоже закрываются опционально. Это очень здорово. То есть, код таблицы сокращается практически в два раза. И помещаю сюда, допустим, какой-то текст. 1.1 это не какая-то секретная команда. Это просто означает, что у нас это первая ячейка. Я код в конце занятий все скину, так что можете их радочно не переписывать. Вот. Что означает первая ячейка первой строки. Но делать таблицу, которая состоит только у нас с вами из одной строки, как-то неинтересно. Поэтому я сделаю в ней целых три ячейки. Ну и примерно это все будет выглядеть у нас вот таким вот образом. Вот наш элемент caption. Первая строка. И в ней у нас с вами три ячейки. Понятное дело, что несмотря на то, что ячейки у меня в ходе написаны в столбец, в браузере, естественно, поскольку они находятся в строке, они, естественно, отображаются в строку. Вот. Итак, начало положено. Первая строчка у нас с вами есть. А остается дело за малым. Сделать еще несколько строк. Еще открываю элемент tr. Но дальше, во второй и последующих строках, я уже не буду делать элемент th, а буду делать элемент td. Напомню, th это у нас ячейки первой строки или первого столбца. td это простая ячейка. Ну, пускай будет 2.1, 2.2 и 2.3. Вот. Проверяем. Работает. Ну, как-то не очень масштабно, поэтому можно сделать, что... Добавить, допустим, еще одно... Добавить еще одно строку. Ну, допустим, будет тоже она 3.2, 3.1, 3.2, 3.3. Смотрим, что получается. Ой, виноват. Ну, вот, собственно, наша табличка, в которой, как вы видите, уважаемые слушатели, у нас с вами что, 3 строки, по 3 ячейки в каждом. Самое важное правило, пожалуй, при работе с таблицами является то, что количество ячеек во всех строках должно быть одинаковое. Если этому правилу не соблюдать, то таблица у нас с вами может просто развалиться. Вот. Вот как сейчас выглядит наша табличка. Обращаю внимание, что у элемента TH, в отличие от элемента TD, при помощи которых мы создали с вами вторую и третью строку, у TH по умолчанию задана жирность, то есть текст полужирный. У ТДшек же текст, как вы видите, имеет нормальную жирность. Опять же, это не проблема, все при помощи стилей, это, естественно, все жирность, там размер шрифта, сам шрифт, цвет, его это все можно изменить. Потому что наш третий CSS позволяет с документом сделать, в принципе, практически все, что угодно. Мы ограничены, по сути, только своей фантазией. Итак, табличная структура у нас есть. Она даже у нас, таблица, наполнена данными. Нам теперь надо заняться чем? Ее оформлением. Наверное, имеет смысл начать с чего? Границы задать у нашей таблицы. То есть, скорее всего, элемент BODY нам больше не понадобится, и переходим куда? В наш элемент STYLE. Границы мы с вами можем задать для кого? Для элемента TABLE. В этом случае у нас с вами граница тогда пройдет по периметру. Границу мы с вами можем задать для каждой строки. В этом случае у нас именно каждая строка будет объединена. Наверное, имеет смысл нам границу с вами задать для кого? Для каждой ячейки. А ячейки – это с вами у нас какие элементы? Это TH и TD. Через запятую, через запятую в CSS вы можете что? Перечислить несколько селекторов для того, чтобы задать им одинаковые свойства. Ну, как-то, потому что писать свой блок кода сейчас для TH и точно такой же для TD как-то совсем интересно. Ну, и при помощи комментариев можно, собственно, чтобы не забыть здесь написать следующее. Итак, рисуем для каждой ячейки таблицы свою рамку. Итак, ну, свой атрибут бордер, как вы видели пару минут назад, у нас у TGT был в пятом HTML запрещен, поэтому используем такое, наверное, хорошо вам известное свойство, которое называется бордер. Название говорит о вас само за себя, оно создает у нас с вами границы. Ну, и чтобы нарисовать границу, как вы прекрасно знаете, прошу прощения, надо задать для нее два, точнее три параметра. Первое. Это толщина, пускай будет два пикселя. Второе. Цвет, пускай будет темно-зеленый. И тепление. Соль. Солит. Что означает? Сплошная, а родная. Напомню, что порядок этих свойств можно менять местами как угодно. Ровным счетом от этого ничего не изменится. Вот получилась такая замечательная табличка у нас. Как вы видите, каждая ячейка теперь живет в своем домике. Так вот, по умолчанию, по умолчанию ее в нашем доблестном HTML у нас с вами, как вы видите, ячейки не сплошняком, они друг к другу привязаны, а между ними у нас с вами существует отступ в два пикселя. И каждая ячейка у нас с вами обведена своей рамкой. Опять же, это нехорошо и это неплохо. То есть все зависит от ситуации. Например, если мы с вами сделаем при помощи таблицу заготовку для календаря, то, скорее всего, даже смысл имеет у нас с вами расстояние между ячейками увеличить. Сделать не два, а, например, там, четыре или пять пикселей. Но если мы с вами именно таблицу делаем для размещения в ней данных, то расстояние между ячейками, как вы видите, как-то не к месту. Но, тем не менее, давайте попробуем им поуправлять этим расстоянием. Итак, для этого нам придется уже обратиться непосредственно в саму табличную структуру. То есть селектором у нас с вами будет уже элемент table. Ну и комментарий, наверное, здесь будет следующий. Расстояние между ячейками. Расстояние между ячейками задаем. За расстояние между ячейками у нас отвечают свойства CSS, которые называются следующим образом. Border spacing. И по умолчанию свойства border spacing значение два пикселя. То есть если сейчас документ я сохраню и обновлю, ровным счетом ничего не изменится, потому что это значение по умолчанию. Если оно сработало, оно такое есть, либо оно не сработало. Но это легко проверить, задать значение другое, например, больше. К примеру, 20 пикселей. Ну, собственно, что и требовалось нам с вами. Но тут такой нюанс, что у свойства, которые у нас называются border spacing, у него может быть как одно значение. В этом случае, как вы видите, расстояние по горизонтали и по вертикали, оно одинаковое. Либо у него может быть два значения. В этом случае получается, что первое значение – это расстояние по горизонтали. Второе значение – это расстояние по вертикали. Вот, то есть, как у нас с вами раздвинуть ячейки, мы сами посмотрели. Но я теперь, наоборот, хочу что сделать? Ячейки соединить. На ум приходит следующая вещь. А не написать ли нам у свойства border spacing значение 0? То есть сделать расстояние между ячейками нулевым. Идея, конечно, хорошая, но, к сожалению, у нас с вами получилось что? О, расстояние между ячейками действительно пропало, но, как вы видите, двойная граница осталась. Некрасиво. Некрасиво. Поэтому, возвращая здесь, в принципе, все как было, и поступаем с вами следующим образом. То есть делаем границу между ячейками с вами одинарной. Делаем границу между ячейками одинарной. Для того, чтобы сделать нам с вами такую границу, CSS за это отвечает свойство с довольно-таки забавным названием, которое называется border collapse со значением collapse. Итак, border collapse collapse. Проверяю. Вот. Вот что с вами у нас получилось, как вы видите. У нас теперь расстояние между ячейками пропало, а самое главное, граница какая здесь одинаковая? Одинарная. Объясняется это следующим образом. Когда таблица у вас находится в режиме border collapse collapse, браузер, по сути, вам оставляет только половину границ у ячеек, а именно он оставляет только верхнюю границу и правую. Верхнюю границу и правую. То есть правая граница у ячейки 2.2 – это по совместительству левая граница у ячейки 2.3. Верхняя граница у ячейки 2.3 – это по совместительству у нас с вами нижняя граница у ячейки 1.3. И обратите внимание, свойство border spacing в режиме border collapse collapse не работает. То есть комментировать его не надо. Оно просто работать не будет. Тем не менее, у свойства border collapse есть два значения. Border collapse collapse мы с вами посмотрели. Второе значение – separate – это значение по умолчанию. Это значение по умолчанию. То есть свойство border collapse по умолчанию находится в значении separate. Ну, что такое separate? Сепаратор, уверен, все знаете. Ну, разделитель, разделенный и так далее. То есть свойство border spacing у нас будет работать только в режиме border collapse separate. Вот как-то так. Итак. Собственно, табличка наша с вами готова. Вот, даже уже у нас с вами у нее появились границы. Причем, если вам надо сделать границы только, допустим, с одной стороны, вот как на этом замечательном сайте у нас туту, видите, границы прохода, где у нас с вами только снизу. Нет ничего проще. Для этого можно поступить следующим образом. Я границу задам, напишу как не border, потому что когда написано просто свойство border, граница, очевидно, появляется со всех четырех сторон. А здесь я напишу через тире указание той стороны, где я хочу границу видеть. Допустим, снизу border bottom. И вуаля. Как вы видите, граница у нас сами теперь проходит только с одной стороны. Ну, и таким же образом можно задать и сверху, и слева, и справа. Ну, нам сейчас это не надо. Нам надо, чтобы она оставалась по-прежнему со всех четырех сторон. Дальше. Что еще можно задать с таблицей? В принципе, таблицу можно оформлять довольно-таки долго. Довольно-таки долго. Вот. Потому что есть здесь на чем оформить, но тем не менее. Имеет смысл, наверное, сейчас нашей таблице задать что? У нас содержимого с вами мало, поэтому, наверное, имеет смысл у нас задать для ячеек таблицы внутренний отступ. Внутренний отступ. Поскольку содержимое у нас сами где находится в ячейках, внутренний отступ мы будем задавать для содержимого ячеек. Так что такое внутренний отступ? Это расстояние от границы элемента, от границы элемента, от границы элемента до его содержимого. То есть вот здесь он будет, вот здесь, а также сверху и снизу. Внутренний отступ у нас с вами задается при помощи замечательного свойства, которое называется паддинг. Отступ задается следующим образом. У нас с вами каждый элемент имеет в данном случае ячеек четыре стороны, вверх, право, низ, лево. Поэтому отступ, отступ у нас всегда задается в следующем порядке, точнее стороны, где мы будем задавать. Первый у нас с вами идет вверх, потом у нас идет вправо, потом у нас идет вниз и потом у нас идет лево, лево. То есть движемся с вами сверху, сверху по часовой стрелке. Вверх, право, низ, лево. Но если я, допустим, задам только одно значение, 10 пикселей, а не 4, очевидно, у меня эти отступы будут, как вы видите, со всех четырех сторон. Но мне ничего не мешает сделать, допустим, как 10, это сверху, справа ничего, снизу ничего, слева 30. Получится тогда вот такая вот картина. Итак, 10 пикселей сверху, 0 справа, 0 снизу, 30 пикселей слева. Так, что-то у нас там спрашивают. Что-то у нас там спрашивают. Вроде ничего не спрашивают. Вот. То есть таким образом можно у нас сами содержимое отодвинуть. Так, а как ладошку вашу посмотреть? Так, коллеги, скажите, пожалуйста, звук у всех есть, это самое, или вот здесь нам Алексей пишет, что что-то не очень слышно. Напишите, пожалуйста, плюсик или минусик. Все, Алексей, ну, понял вас. Так, сейчас, одну секунду. Ой. Спасибо. Окейушки. Так, да, коллеги, спасибо большое, что связь мы с вами проверили. Итак, идем дальше. Следующее, наверное, что имеет смысл сделать с нашей таблицей. Ну, она у нас как-то впритык к экрану находится. Наверное, это не очень красиво, тем более, если там рядом будут еще какие-то соседние элементы. Поэтому, кроме внутреннего отступа пазинга, для самой таблицы, для самой таблицы, наверное, имеет смысл задать также нам с вами что? Внешний отступ. Внешний отступ это у нас, напоминаю, марджин. Правила те же, если одно значение вы задаете со всех четырех сторон, ну, и если четыре значения, значит, обходим с вами как? Сверху, по часовой стрелке. Вверх, право, низ, лево. Вот, ну, допустим, я хочу задать 30 пикселей сверху, справа ничего не надо, снизу ничего не надо, слева пускай будет, ну, наверное, те же самые 30 пикселей. Вот, а то как-то в углу она там застряла у нас не очень красиво. Все, чуть пониже и чуть правее мы ее сами отодвинули. Вот. Теперь, наверное, имеет смысл сделать что? Табличка у нас с вами маленькая, и, наверное, имеет смысл ей задать размеры. Сейчас бы нам желательно определить вообще текущий размер нашей таблицы, чтобы понять, чего задавать. Если вы используете браузер Google Chrome или, собственно, что-то сделанное на его основе, а именно Safari, Яндекс.Браузер или Opera. Вот, поэтому в Chrome нажимаю на интересующий меня элемент и выбираю просмотр кода. Выбираю просмотр кода. Вот. Вылезает такая забавная панелька инспектор. Меня интересует что? Тег, который называется Table, тег, который называется Table, то есть сама таблица. Смотрю. Очевидно, здесь видны наши маржины, которые мы задавали сверху и слева, а вот текущий размер таблицы. 156 пикселей ширина, ну и 107 с копееками, это получается у нас высота. Поэтому, если ширину мы, очевидно, зададим с вами больше, 156 пикселей, она у нас вырастет. Она у нас вырастет. Так. Она у нас вырастет. Так, секундочку. Так. Так, и коллега здесь у нас задает такой интересный вопрос. Такой интересный вопрос. Давайте сейчас его тогда здесь напишу, я думаю, так будет заметнее. То есть, как сделать, чтобы у нас таблица обтекалась текстом? Я так понимаю, чтобы текст у нас был где? Не под таблицей, а чтобы он был справа. Я правильно понял? Вот. Давайте сделаем вопрос. Так. Сейчас это тогда закомментирую, чтобы оно осталось, но не мешало. И под таблицей, сбоку таблицы сделаем. Вот. Так. Что мы там хотели сделать? Так, отступу мы с вами забавили. Хотели еще с вами сейчас добавить наши таблицы что? Размеры. Ширина. Виза. Упс. Не то. Ширина. Она у нас какая? 156 пикселей. Если, например, я задам, ну, скажем, 300. Ну, понятное дело, что она у нас вырастет, причем примерно где-то раза в два. Так. Я немножко уменьшил масштаб, а то он мне просто чуть-чуть не помещается. Вот. Ну, что будет, если я задам для таблицы размер... А, все, понял. Название таблички просто отодвину. Сейчас сделаем. Сейчас это с вами сделаем. Итак, ну, что будет, если я задам размер для таблицы не 300 пикселей, а всего лишь навсего один? Уменьшится она у меня? Да, она уменьшилась до тех же наших 156 пикселей. Почему? Потому что, по сути, вот это свойство ширина для таблицы, это что такое у нас с вами? Это минимальное значение, меньше которого оно быть не может. Но если содержимое будет превышать этот размер, она, естественно, у нас растянется. Итак, 300 пикселей. Так, значит, вы просили сделать что? Заголовок немножко приподнять у нашей таблицы. Да никаких проблем нет. Итак, заголовок, это у нас с вами какой элемент получается? Это у нас коптеончик. Это у нас коптеончик. Давайте сделаем. Итак, элемент кэпшн. Самый простой способ, как его можно отодвинуть, это задать наши отступы. Опять же, либо маржины, либо пайдинги. Итак, ну а чтобы их увидеть, наверное, имеет смысл нам с вами вначале что задать? Бэкграунд. Свойство бэкграунд, как вы прекрасно знаете, ни на что не влияет, но помогает понять, что у нас с вами будет твориться. Итак, бэкграунд. Какой он там? Светло-серый. Ой, светло-красный. Прошу прощения. Есть. Вот он. Ну и, допустим, что если задать для нашего коптеончика, собственно, внутренний отступ снизу, то есть padding bottom, ну, например, 10 пикселей. Вот, пожалуйста, внутренний отступ сработал. Фон я специально сделал, чтобы вы видели, что происходит. В любой момент его можно отключить. Либо можно задать еще внешний отступ margin. То же самое снизу, те же самые 10 пикселей. И вот что получилось. Это у нас внутренний отступ 10 пикселей, это у нас внешний отступ 10 пикселей. Так что, уважаемый коллега, так что у нас, уважаемый коллега, вроде на ваш вопрос ответил. Так, следующий вопрос, собственно, интересно было бы узнать следующую штуку. Интересно было бы узнать следующую штуку. Конечно. Итак, интересно было бы узнать, насколько обязательны блоки, которые являются t-hat и t-buddy. Коллеги, прошу прощения, я, наверное, на все вопросы просто физически не смогу ответить. Вот. Итак, насчет блоков, которые называются t-hat и t-buddy. Да, вы правы, в таблице у нас есть такая штука, которая называется секции. Вообще, согласно спецификации из HTML, все строки таблицы должны находиться в такой секции, которая называется t-buddy. Я ее не делал, и это на самом деле ошибкой не является. И не является ошибкой, это вот почему. Смотрите, есть у нас такой замечательный сайт, называется w3.org. Slash tr slash html 401. Ссылочку на него я сейчас вам скину. Так, наверное, проще будет. Так, где у нас тут чат прячется? Вот он прячется. Так, ловите. Это ссылочка на предыдущую версию закажет email, на наш 401. Опять же, все, что сейчас вы увидите, оно актуально и для пятерки. В пятерке там просто это немножко замысловато сделано. Итак, в самом верху находится ссылка у вас элементы, то есть теги. И ищу какой я элемент, который называется t-buddy, а также что? t-hat и t-foot. t-foot и нету? Ну, ладно. Итак, смотрите. Первая колоночка нам с вами здесь говорит о чем? Нужно ли открывать тег или нет? Если ничего здесь не написано, значит, тег открывается обязательно. Вторая колоночка, ну то есть третья, говорит о чем? Нужно ли тег закрывать? Если ничего не написано, тег закрывается обязательно. Давайте искать элементы, которые называются t-hat, t-foot и t-buddy. Так, ищу их по порядку. Смотрите. Тег, который называется t-buddy. Он закрывается опционально и открывается опционально. Это там с вами говорит о том, что если вы его не сделаете, браузер его за вас закроет с огромным удовольствием. Вот. Потому что тег t-buddy, он является обязательным. Если вы его не сделали, как мы, он создается сами. t-hat, t-hat и t-foot, они уже не обязательные. Но создавать их, понятное дело, нужно, а вот закрываются они опционально. Поэтому один t-buddy в таблице у вас должен быть обязательно. Если вы его не сделаете, браузер создат его автоматически. Всякие t-hats и t-foot, они уже по желанию. Надеюсь, собственно, и на ваш вопрос я ответил. Ответил. Вот. Ну и, собственно, то, что вы просили, показать вам, как у нас таблица с вами обтекается текстом. Давайте попробуем сделать. Так. Виноват, не туда все прыгаю. Так. Извиняюсь, много кнопочек, стараюсь с ними справиться. Так, у нас тут, наверное, еще немного времени остается, но я постараюсь успеть. Так, делаю параграф. Делаю параграф. Наполняю его такой мудрой мыслью, которая называется «Яндекс.Весна». «Яндекс.Весна» – это замечательный сервис реферата Яндекса, который позволяет нам с вами что? Сгенерировать какой-то случайный текст. Ну, просто сейчас написать что-то умное времени физически не хватает. Поэтому отсюда возьму от этого из генератора случайного текста просто какое-то содержимое. Так, это сюда, это сюда, это, это сюда. Так, параграфы, если что, тоже закрываются опционально, поэтому все нормально. Итак, текст у меня находится где? После таблицы. После таблицы. Собственно, вроде так и просили. Возвращаюсь в наш документ, проверяю, что получилось. Вот таблица, вот идет текст. Правильно? Вроде так. Чтобы сделать таблица, чтобы она обтекала с текстом, наверное, имеет смысл так. Это у нас свойство для кого? Для тейбла. Свойство для тейбла. Давайте попробуем сделать ее какой? Плавающей. Load. Left. Давайте попробуем сделать ее плавающей. Вуаля. Ну, с отступом только здесь надо будет немножко похимичить. Вот, настроить как надо. А так, собственно, все правильно. Потому что, как вы знаете, плавающий элемент, он у нас с вами что? Не участвует в формировании страницы. И остальные элементы, блочные, которые за ними идут, те же самые параграфы, заголовки, их просто не замечают. Вот получилась такая замечательная табличка, которая у нас обтекается текстом. Наверное, сейчас отступы имеет смысл ее сделать более человеческий. Сверху, наверное, поменьше. Слева, наверное, тоже поменьше. Справа, ну, пускай будет 20 пикселей у нас, как и слева. Ну, и снизу, наверное, где-нибудь пикселей 10. Итак, сверху 10, справа 20. Во! Практически культур-мультур. Вот, так что, надеюсь, и на ваш вопрос. Собственно, с обтеканием таблицы текстом я ответил. Вот. Ну, и, наверное, последнее, что у нас с вами остается сделать при работе с таблицами. Это такая замечательная вещь, которая называется объединение ячеек, что требуется сделать довольно-таки часто. Итак, объединение по горизонту. Допустим, я хочу объединить ячейки номер 1.1, ой, номер 1.2, прошу прощения, и номер 1.3. Если в Word и Excel у нас объединение ячеек происходит так, мы просто стираем пластиком или что там у нас есть вот эту границу, то в HTML происходит немножко по-другому. Мы одну ячейку удаляем, одну из двух, неважно какой, а вторую просто растягиваем на два места. Допустим, я хочу удалить ячейку номер 1.2. Ну, не туда. Но удалять это слишком круто для настоящих сайтов-строителей, как вы знаете. Поэтому просто я ее возьму и закомментирую. Все, ячейка 1.2 у нас закомментирована, ее нет. Вот она. 1.1 идет, потом 1.3. И теперь я просто беру ячейки 1.3, задаю атрибут, который называется callspan. Атрибут callspan сообщает, сколько ячейка должна занять место. Одно место у ячейки 1.3 уже есть, и нам надо, чтобы она заняла чего? Еще одно место. В итоге получается, что в первой строчке у нас всего две ячейки 1.1 и 1.3, но ячейка 1.3 занимает два места. Путем нехитрых математических подсчетов можно сделать чего? 1 плюс 2 получается 3. Это объединение по горизонтали. Объединение по вертикали тоже никаких сложностей не вызовет. Допустим, ячейка 2.1 и 3.1. Если по горизонтали ему не важно, куда идти, налево или направо, то при вертикали он ячейки может только допинать вниз. Наверху он ячейку 3.1 поднять не может. Поэтому если объединяем 2.1 и 3.1, удаляем с вами опять же ячейку нижнюю. То есть 3.1. Собственно, о ячейке, которая находится на ней 2.1, я задаю атрибут rowspan. Атрибут rowspan говорит, сколько ячейка должна занять строк. Одна строка у нее уже есть у ячейки 2.1, и, соответственно, занимает она еще и... Виноват. Строчку ниже. Вот как-то так. Вот такая вот красота. То есть можно нашу табличку еще сделать побольше, всякие другие там оформления задать, отступы, шрифты, толщину рамок. Но по большому счету это все как бы уже мы с вами сделали. Как-то так. Вот. Так что, уважаемые слушатели, давайте я сейчас весь этот кадешник вам тогда скину. Вот, то, что я здесь сейчас набросал. Уважаемые слушатели тоже, кто присутствует в аудитории, тоже вам могу это все скинуть. Так, где у меня это все находится? А, находится все на рабочем столе. Отлично. Так, находится все на рабочем столе. Так, валик вроде тот. Так, это сюда. Да, это... Ловите. Это сюда. Вроде оно. Вот, так что посмотрели с вами сегодня в ходе нашего непродолжительного, но, надеюсь, содержательного вебинара Центра специалистов, как у нас с вами создаются и оформляются таблицы по версии нашего языка HTML5. Вот, и эти и другие материалы у нас с вами разбираются на курсе HTML уровень 1, который в том числе ваш покорный слуга и читает. Так что, если нет вопросов, то, наверное, спасибо за внимание. Да, нет, ничего, вам спасибо. Так, это сюда. Так, файлик, надеюсь, вроде тот отправил. Так, у вас там компики, если включены, то там в сетевую папочку я вот этот файлик положил. Сейчас там подойду, покажу, где он лежит. Вот как-то... Вот как-то так. Да, сейчас сделаем. Так... Так... Продолжение следует...